Антон Боровик родился 6 января 1930 года в деревне Углы Минского района Минской области. Когда началась Великая Отечественная война, Антон стал помогать подпольщикам города Минска. Мальчишка вошел в группу номер один Ананьина Минского подполья. Ему, как и многим подпольщикам города, грозил арест. Был дан приказ немедленно уйти в партизанскую зону. Антон стал бойцом и разведчиком 3-й партизанской бригады имени Буденова. Однажды Антона позвали к командиру. Когда юный партизан зашел в землянку, из-за стола встал командир и подошел к парню. Расспросив о жизни в отряде, он поручил Антону важное задание. Ему необходимо было пробраться в Минск и доставить на одну из явочных квартир очень ценные бумаги. Командир предупредил его, что в случае опасности бумаги необходимо уничтожить любой ценой. В деревне Баламутовичи узнал Антона староста, догадывающийся, что паренек связан с партизанами. Наступил момент незаметно уничтожить пакет. Вымыв из рукава, решил вначале порвать его, но по кускам могли узнать фамилии связных. Антон стал по кусочкам отрывать и жуя проглатывать. Было очень трудно это делать без воды, но усилиями воли он заставил себя проглотить его весь. А потом начались допросы. Какое задание выполнял, куда шел, где находится отряд. Ничего не добившись, парня отправили в Минск, в гестапо. Через несколько дней Антона с товарищами по камере повезли в район Тростенца на расстрел. Всех поставили на краю ямы. Один дед тихонько шепнул Антону, чтобы тот встал немного сзади него. Застрачили автоматы. Да только дед на секунду до выстрелов успел толкнуть мальчишку в яму, а потом и сам упал. И оказался Антон подрастрелянными. Немцы для верности сверху прошили группу людей свинцом. Одна пуля обожгла ногу, вторая задела голову юного партизана, и тот потерял сознание. Пришел в себя ночью, выбрался из-под трупов и ползком направился от этого страшного места. За ночь раненый мальчишка добрался до деревни Углы, в которой жил дядя Антона. До весны залечивал раны, а потом снова отправился в отряд. Партизаны считали, что разведчик погиб, и даже к награде представили, но на радостях, что Антон оказался жив, никто и не вспомнил про орден. И лишь спустя 30 лет, в 1977 году ему вручили орден. После войны Антон Викентьевич Боровик учился. Затем долгое время работал юрист-консультантом специализированного управления автотехобслуживания. Был награжден орденом Отечественной войны первой степени и другими медалями. А 6 мая 1980 года приказом номер 51 Антон Боровик зачислен в батальон белорусских орлят. Голос поколений. Специальный проект Республиканской газеты для детей и подростков «Зорька».